Всем известная певица Аня Лорак взяла псевдоним, поменяв слово Каролина наоборот. А чем руководствовала Стута Ларса? Стута Ларсен. Не сорвала тут. Друзья, Икея Нижний Новгород на связи, с вами неугомонные просины. За кадром Дмитрий Юрьевич, в кадре Татьяна Павловна. И мы снимаем, я не могу, как так-то. Я даже не догадалась, что Стута Ларсен вот так вот в обратную сторону читается. В общем, мы читаем линейку Хавста. Ну и тебя, вот работай с тобой. Иди сюда. Матчасть. Без матчасти никуда, как говорил один из профессоров, где я училась. Хавста. Выбираем отдельно стоящее изделие по желанию. Изделие у нас из массива дерева. Смотри, какого буратины нарисовали. Бенек. Можно комбинировать механизмы плантового закрывания, регулируемые полки, плюс организация проводов. Икея. Ну, пожалуйста, на каждую мебель делайте такую шпаргалку. Это очень облегчает жизнь покупателей. Три цвета. Белый, серый, темно-коричневый. Сегодня мы вам их все покажем, расскажем про нюансы. Дальше. Из чего состоит данная линейка? Ну, извините, здесь вы этого не увидите. Поехали. Шкаф с цоколем. Шкаф с цоколем. Два размера. Шкаф со стеклянными дверцами. Шкаф с глухими дверцами. Надеюсь, будет видно? Стеллаж. Не знаю, у тебя камера. Я стараюсь. Стеллаж. Шкаф со стеклянными дверцами. Тумба от ТВ с цоколем. Раньше цоколь продавался отдельным артикульным номером. Журнальный стол. Комплект журнальных столов. А да, вот цоколь отдельно есть еще. Но мы вам, журнальники, увы, не покажем. Потому что в отделе, где сейчас они стоят, там немножко сотрудники переставляют. И сказали, ребят, без обид, по-позже снимать сегодня не получится. А мы уже начали снимать этот обзор. В общем, смотрите, в чем фишка. Сначала по матчасти, потом пойдем смотреть. Дим, вот сюда. Мне на матчасть, на меня не надо. Ничего интересного. Вот видишь, это нижний шкаф с цоколем двух размеров. За счет чего комбинация. Это не отдельно огромный шкаф. То есть вот эти два шкафчика можно между собой и рядом поставить, и наверх закинуть. Тоже очень удобно. Захотел, переставил. То есть все серии, практически все элементы серии комбинируемые друг с другом. Давай по ходу. И цвет показывайте, и фактуру. Как я уже сказала, это полностью массив. Массив, ребята, сосны. Покрыт морилкой и прозрачным акриловым лаком. Дмитрий Юрьевич сразу нашел кассипурничество. Своим хитрым глазом. Да, у него быстро. Кассипурничество. Но оно и будет. Ой, ну как оно? Оно деревом. Да, оно и будет. Не прокрас, потому что тут как бы она... Как раз сама толщина... Покрытие такая. Покрытие, ну не покрытие, срез, срез. Как раз вот видно, черковатость дерева. Блин, ну поставишь, ну... Ну немного переход, оттенка другой. И это не является браком, поэтому ребята... Это дерево, вот эти моменты. Это тоже, ребята, не брак, это дерево. Вы его идеально не стыкуете. А такой же стык идет и у серой серии. Где она, где она, где она? Хауга. Мы вот снимали недавно, где, да, где? Где? Давайте вот. Вот то же самое. У всех одинаковые вот эти расстояния. Там шипас, а там просто сбоку. Поэтому тут нет вот такого сверху, чтобы все ровненько было. Так, давай разбираться. Значит, это у нас стеллаж с цоколем. Который убрав цоколь... Да, кстати, стеллаж отдельно 13 тысяч. 13 тысяч цоколь, отдельно 2 тысячи. Который можно без цоколя использовать как верхний шкаф. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас три полки. По факту они организуются в четыре за счет дна. Здесь у нас топора, чтобы двери, да, не стукались. Плавное закрывание. Очень плавное для массива, обычного массива. Все, шумнее. Давай сделаем краш-тест небольшой. Представь, ты маленький неугомонный ребенок, и тогда со всей силы дверь бросай. Ну, ароматизирует немножко. А я, по-моему, доводчик отключил. Нет, нет, не давал. А он сам возвращается. А сам возвращается? А если это было бы без доводчиков, вы представляете, какой был бы тут шум? Так, ручки металлические, серые, очень красивые. Но ручки совершенно спокойно можно заменить на любые. Переходим дальше. Стеклянные. Вы уже увидели, да, что у белых переходы все-таки цветовые есть. Кстати, у серого таких переходов нет. Имейте в виду. Такую иллюзию цветовую. Переход как будто, да? Как будто где-то цветлее, где-то темнее. А так это все одно и то же. Ну, я думаю, вам видно рельеф. И, в принципе, это, кстати, ребята, опять же, индивидуальная особенность дерева, что каждая дверка будет отличаться друг от друга. Да. Полочки. Я боюсь здесь тарелки, стекла. Кстати, стекло, как у леоторповского стола, вот так выднимается. Но, опять же, это плюс. Если вы разбили, можно поменять. Здесь у нас металлические чопики. Сейчас я. Нет? Что? Что? Как? Что, сломал? Бежим? Все, бежим. Шкаф покупать. Смотри. Полностью металлические. Ну, это это, как и везде. Нет, это не тот чопик, который мы снимали с тобой сегодня первый обзор. Хауга. Да. И там особенный чопик. Так, значит, полок у нас три. Крепеж стеной, Дим. Вот здесь прячется. Выпила под плинтус? Нет. У Димы это последнее время просто больной вопрос. Он замаял меня. Есть ли там вытряс, а есть ли там вырез? Нету выреза. А это, кстати, также пишут очень много в комментариях. Потому что для некоторых это очень сильно актуально. Так, переходим к тумбе. А, да. Тумба под ТВ. Она, кстати, у нас новинка. И заодно покажем оттенок черно-коричневый. У черно-коричневый, у Хавсты смотрится, ну, гораздо интереснее. Элементов декора особого нет. Именно, дайте, вот такая, ну, как бы на функциональность. Просто лаконично и стильно смотрится. И при этом, ну, реально ощущение, как будто вне времени, да, серия живет. Она будет актуальной дальше, актуальной 10 лет назад. Пыль и сборник. А? Пыль и сборник. Пыль и сборник. Натуральные элементы и выемки. Так. А, кстати, я также смотрю, есть также плавное закрывание дверей. Вот они до конца не добили. Да-да-да. Ну, просто почему-то он как-то это работает немножко фиговастенько, как ты любишь сказать. Ну, вот оно же, вот. Вот сама часть, вот. Вот, ребята, вот. Главное открывание дверей. Я не знаю, оно должно работать. Так, в общем, это Тумба по ТВ со стеклянными дверцами. Она тоже над Фоколе, друзья мои, стоит. Стоит она 17 тысяч. Токоль отдельно уже не продается. Две раздвижных двери. В середине одна полка. Полка съемная и три регулировки есть еще дополнительно по высоте полки. Дим, ты крупно показал? Да-да-да. То есть, вот даже, знаете... Фактуру я показал. Ну, укуси, укуси. Я разрешаю. Деревом пахнет. Очень люблю такой запах. Переходим дальше. Комбинация для хранения со стеклянной дверцей. Состоит из шкафа с цоколем и шкафа витрина. Вот эта витрина и это шкаф с цоколем. Мы смотрели с вами поуже. Это пошире. То есть, отличается размером. Я подтупливаю что-то. Уже четвертый обзор подряд. Татьяна Павловна начинает задавать позиции. Так, здесь у нас разделение серединного нет. То есть, просто длинные полки. И, в принципе, вы как бы вот достаёте где угодно. Размер 121,47 на 212. Друзья, для тех, кто ворчит, почему вы не говорите размеры, почему вы не говорите цены, заставляете нас идти на сайт. Да почему? Потому что всё просто. Вы всё равно потом зайдёте на сайт, чтобы посмотреть, есть ли это в наличии, и записать ряд места на складе, где взять. Найдёте заодно ещё раз, посмотрите описание. Ну, давайте как-то это немножко. Тоже иногда принимать участие. Чё, да? Всё. А, ну ладно. Так, здесь у нас тоже. Раздвиж... Ой, Дим. Ему, поход, недавно собрали. И собрали неправильно. Рассохся. Ужёстно. Ну, я думаю, скорее всего, тут это колёсики на максимум вытащили. Она вообще не ездит. Вот. Ну, оно вот как должно быть. Ну, не подрегулировали колёсики. Мужика, короче, нет. А, здесь целый это. Склад. Иди сюда, я складываю. Заначка. Да. Утащила я заначку. Крепёж с стеной точно такой же, как у белой. Ну, не видно. Ты не видишь, что это бесполезно. Полка точно такая же, цельная. И, ребята, цоколь отдельно не продаётся. Цоколь идёт в комплекте с нижней частью шкафа. Из плюсов вы всегда можете разобрать, поставить их рядом в витрину и нижний шкаф. Переходим дальше. Комбинация для хранения с дверями. 22 тысячи рупий. Шкаф с цоколем и стеллаж. Стеллаж 9 тысяч. Вот он, стеллаж. На раз, два, три, четыре полки. Вверх уже используется, как полку не получится. И просто шкафчик стоколь. Одна полка. Ну, понимаешь, это вот такая универсальность. Можно сделать всё, что угодно. Задней стенки нет. Задняя стенка открыта. Вот ругайся, не ругайся, но у меня вот первая серия, которая снимается... Мне тоже больше нравится. Честно говоря, вот эта деревянная фактурность на сером цвете? На белом. Вот более-менее фактура смотрится в чёрном цвете. Более-менее. Но, зараза, тёмная. Она будет съедать помещение, на ней будет вечно пыльщик. Раз. Белая, вот, да, невооружённым взглядом. Виды, вот эти переходы, они не очень эстетично смотрятся. А по деньгам почти как леоторг. Серая более-менее, но фактура на сером бедновата. Поэтому, моё мнение с твоим совпадает. Стеллаж. У нас ещё осталось три предмета. Три предмета и всё, Дима, всё. Я сквозь с тобой. Массив сосны, проработанный деталями и брашированный поверхностью. Значит, у нас здесь шкаф с соколем 13 тысяч и шкаф-витрина за 15 тысяч. Вот он, шкаф-витрина. Интересно, где они сцепляются? Кто? Шкафчики между собой. Я предполагаю, на чопике и сзади. Где-то, да, в задней части. Потому что здесь же нет этого. Так, здесь у нас... Ну, мы уже проверяли, да? И так, вот, сюда мы уже заглядывали. Точно такой же серый. И в белом цвете стеллаж с соколем. Двери сюда не предусмотрены. Это просто открытый стеллаж из массива сосны. Сразу скажу, что мне не нравится. Мне не нравится открытая задняя стенка. А наша является полка. Смотри, какой формы полка. Была бы она покрашена с этой стороны бы, и поставить её задом наперёд, было бы вообще прикольно. Я не знаю, почему так не сделали. Кстати, да. Даже бы интереснее было, да? Да. Ну, хорошо. Ну, не прокрасили вы эту часть, но сделали бы её равномерно, не прокрасываем, её бы деревянное... Как пятно можно было бы выделить. Да, деревянное пятнышко было акцентом. Ну, в смысле... Юрьевич дизайнер. Ну, не дизайнер. Ну, в принципе, шлифануть можно, чтобы убрать белую часть. Она бы, знаешь, чем-то напоминала бы режиссёр. Ну, да, кстати, похоже было бы. Что-то, что-то было такое вот. Вот такая вот, немного неоднозначная, чуть дороговатая линейка Хавста, но из плюсов она из натурального дерева. Многие, Дима, любят, любят, любят. Кто нас делает её? Мы на складе. Ребят, Хавста производится очень интересно в разных странах. А серая... Секундочку. Польша. Что, люди видели? Серая же в России. Причём это... Дима, это один артикульный номер. Это что за прикол? Это что за прикол? Так, давай ещё Хавста сравним с другими. Россия, Россия, Россия. 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 Польша, 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 Польша. 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 Короче, как повезёт вам, честно. Лотерею, да? Россия. Польша. хам нас там на скамас хам нас все